Строительство круизного лайнера. Oasis of the Seas — самое большое круизное судно в мире на момент строительства. Круизные лайнеры, как и обычные суда, строятся на верфях. Верфь также используется и для ремонта. Судостроительные верфи подходят как для круизных лайнеров, так и для обычных кораблей. На сегодняшний день, круизных верфей не так уж и много. Самые известные находятся в Италии, Германии, Финляндии и Франции. Примечательно, что самое большое круизное судно в мире Oasis of the Seas на момент строительства, пассажировместимостью 6400 человек, представила в 2008 году финская судостроительная верфь Stastos Finland. А грибные винты для него делались по соседству, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Балтийский завод — это единственный в России завод, который производит крупные грибные винты до 8 метров. В процессе строительства круизного лайнера используется листовая сталь. На рабочих станциях листы сваривают в крупные элементы. Масса одной детали не должна превышать 66 тонн. Например, если совместить три крупные детали, получается так называемый гранд-блок размером с трехэтажный дом. Гранд-блоки красят и обрабатывают антикоррозийным составом, затем везут в сухой док, место сборки, и там соединяют. Каждый блок лайнера собирается отдельно. В нем уже заранее предусмотрены палубы, трубопроводы и так далее. Каюты с отделкой также изготавливают заранее и вставляют в корпус на месте. Сборка судов осуществляется в огромных ангарах или прямо под открытым небом. К металлическому основанию постепенно присоединяются новые блоки, и лайнер собирается, словно гигантский конструктор. До спуска на воду корабль находится в сухом доке. Сухой док — это специальный резервуар без воды, который соединен с близлежащим водным объектом. После того, как судно уже построено, док заполняется водой. Уровень воды в доке сравнивается с уровнем моря, затем ворота дока открываются. Судно выходит на морской простор. Такое событие обычно сопровождается фейерверками и традиционным празднованным. Строительство круизного лайнера Royal Caribbean. Круизная компания Royal Caribbean спустила на воду очередного гигантского лайнера, Harmony of the Seas. Несмотря на то, что у него уже есть два брата-близнеца того же класса, видимо для привлечения внимания к событию лайнер назвали самым большим в мире. И хотя размерами судов сейчас уже мало кого удивишь. Редакции показалось интересным рассказать о том, как строят этих гигантов. Harmony of the Seas действительно огромный, 16 этажей палуб, на которых могут разместиться до 5479 гостей в 2747 каютах. Плюс команда из 2394 человек. 19 июня эту громадину спустили на воду из сухого дока на французской верфи, где шло строительство. До завершения работ еще очень далеко, внутренняя отделка будет вестись уже на воде. А первых туристов лайнер примет только весной 2016 года. С чего начиналось строительство. Начало каждой стадии обставляется с большой помпой. Из металла вырезают контур судна, на котором оставляют автографы топы компании. На верфи начинается закладка Kili Harmony of the Seas, это фундамент лайнера, на которой потом нарастят все остальное. И снова церемония. Первый тысячетонный блок устанавливают на место с помощью крана. Далее следует многомесячная рутинная работа. Лайнер строят по частям. Кусочки поменьше собирают отдельно, а затем как в конструкторе лего стыкуют готовые секции друг с другом. Современные технологии сейчас позволяют строить большие лайнеры очень быстро, всего за полгода. Вот как этот процесс выглядит на известной немецкой верфи Майя в Германии, которая была основана еще в 18 веке. Пока в ангаре заканчивают делать один корабль, рядом собирают секции другого. По мере строительства огромные секции высотой 60 метров аккуратно выводят из ангара. Позднее, когда все они будут готовы, их поместят в освободившийся ангар и там состыкуют вместе. Когда корабль построен, его необходимо доставить заказчику. Порой это очень сложная задача. Например, верфь Майя расположена в Папенбурге, в 40 километрах от моря. Буксировка идет по реке и неизменно привлекает множество зрителей. Саму верфь за год посещает около 300 тысяч туристов. Строительство круизного лайнер Spectrum of the Seas. Spectrum of the Seas — первый круизный корабль нового класса Quantum Altra. Корабль будет вмещать 4,246 гостей при двухместном размещении и 1,551 человек экипажа, что делает его самым крупным и самым дорогим кораблем компании Royal Caribbean, использующимся на рынке Юго-Восточной Азии. Первый круиз Spectrum of the Seas отправится из Шанхая в июне 2019 года. Если на постройку самых первых круизных лайнеров в истории человечества уходило несколько лет, то время, затраченное на постройку современного туристического судна, как правило, не превышает одного года. Использование современных технологий и механизация производства позволили существенно сократить сроки строительства, а сами суда стали более вместительными и комфортными. Сборка круизных лайнеров — это настолько захватывающее зрелище, что на него приходит посмотреть тысячи туристов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok